Всем привет! Наверное, мастера замечали такое явление, когда база или гель стоит на месте, а верхнее покрытие отслаивается. Вот сегодня со мной такое же произошло. Снимала быстренький мастер-класс, запиленного геля нанесла гель. Вот этот. А придя домой, обнаружила, как он легко отщелкивается без усилий. Кстати, пользуясь моментом, покажу, как ведет себя этот гель. Он не хрупкий, то есть можно ему креплять натуральные ногти, и он будет вести себя как эластичная мягкая база. Но я хочу повторить эксперимент на камеру. Я всегда считала, что искусственный материал с искусственным должен хорошо сцепляться. Например, когда мы делаем выкладной френч, запиливаем улыбку и на запиленную поверхность выкладываем дальше гель. Это что получается? Если выложишь вот такой гель, который не соединяется с предыдущим покрытием, то по запиленной поверхности эта улыбка просто отойдет. Ну или в других каких-то случаях, если наносить вот этот гель не на базу, а на запиленный материал, то он будет отходить. В общем, я сейчас хочу еще раз в этом убедиться. Когда я снимала мастер-класс, я не обезжиривала много. Сейчас я это сделаю, потому что причина отслойки могла быть как раз в отсутствии обезжиривания. Конечно, он с натуральным ногтем без базы не сцепится, но все-таки есть гели, которые сцепляются. Но этот однозначно нет. Я уж так сильно-то выравнивать не буду, мне главное просто сцепку проверить и все. Упределю его. Также писали по поводу пузырей, то что можно апельсиновой палочкой пузыри убирать. Они убираются не за один раз, приходится иногда прям несколько раз тыкать. Еще плюсовую мусоринку какую-то можно застегать. Так, ладно, засушиваю. Вот, а пока гель у меня сохнет, я хочу еще один эксперимент провести. Дело в том, что производитель говорит, что вот это средство Лонсен для растворения гель-лака растворяет и гель. И я сейчас попробую вот этот гель опустить в жидкость. И пока буду делать свои эксперименты, гель у меня поболтается в этой жидкости. А потом я посмотрю, растворится он или нет. Раз. Будь здорова, спасибо. Я не хочу сказать, что гель Блум плохой. Просто каждому гелю нужно приспособиться и у каждого материала есть свои особенности, которые нужно изучить и знать. Да, покрытие у меня начало отходить дома спустя 2-3 часа. И изначально, может быть, сцепка, кстати, оказаться нормальная, а отходить вот через какое-то время. Ну, посмотрим. Нет, смотрите, смотрите, как легко. Подходит. Ну, вот здесь вот не совсем легко, но тем не менее, если будут какие-то нагрузки на ноготь, то смотрите, он с искусственным материалом все-таки не сцепляется этот гель. Я сейчас для эксперимента другой гель тоже нанесу и посмотрю, как он себя поведет. Так, этот гель я также отправляю на растворение. А вот, слушайте-ка, а вот этот, он у меня уже начал растворяться. Первый кусочек-то здесь, смотрите, пупырышек такой образовался. В общем, какая-то реакция уже пошла, так? Я возьму гель Зина для эксперимента и посмотрю, как он продержится. Вообще, все это время я была уверена, что искусственный материал с искусственным должен хорошо сцепляться и базу, прослойку базы между ними наносить не обязательно. База нужна только для сцепления с натуральным ногтем. А тут оно, видишь, как оказывается. Ну, сейчас вот на Зине посмотрим, как она себя будет вести. Все, выравнивать не буду, сказала. Она продолжая выравнивать. Все, лампу. Посмотрю, что у меня тут с испытуемыми образцами. Ну, во всяком случае, их тут корежит однозначно. Их тут колбасит не по-детски. Смотрите, какая деформация. Ну, не знаю, можно ли считать это растворением. Тут буквально пара минут прошла. Давайте я еще уж подержу. Потому что производитель сказал, что на растворение геля требуется больше времени. Поэтому у нас за весь январь не было ни одного солнечного дня. И как-то так получилось, что витамины у меня закончились. Новые я не покупаю. И теперь я сплю днем, как в детском садике. Прям вот каждый день сонливой. Скажите, у вас тоже так? Все-таки надо витамины купить. Так, Зина просохла. Сейчас мы проверим. А вот и нет. Смотрите. Чтобы отодрать Зину требуется... Хотя... Хотя... От натурального ногтя Зина легко отошла. А вот и... А вот от искусственного я чувствую, я сейчас вместе с ногтем буду отдирать. Вот смотрите, от искусственного ногтя, ну вот с искусственным материалом, видите, она соединилась. Я тут даже вместе с предыдущим покрытием отодрала, видите. А вот от искусственного материала я отодрать не могу. Вот. То есть те материалы, с которыми я ранее сталкивалась, они все-таки с искусственным материалом хорошо соединялись. Чуть мне в глаз не попало. Понимаете? А вот этот вот материал, который отходит от искусственного материала, мне попал стоить. Ну, наверное, впервые. Так, я уж сейчас... Тогда уж тут сейчас все сниму. С предыдущим покрытием. Вот. То есть мне не показалось, что у геля Блум вот такая вот особенность. Что перед нанесением геля Блум на запиленную поверхность необходимо наносить базу для гель-лака. Бедные мои ногти. Дело в том, что... Или вы работаете постоянно с одним и тем же гелем, и вы уже знаете о его свойствах. А если берете то один гель, то другой, свойств его вы не знаете. Поэтому на всякий пожарный лучше бы, конечно, наносить базу на запиленную поверхность. Получается, что каждый раз. Вы видите, что творится-то? Вот это сюрприз. Так, сейчас мы дойдем до геля, растворился он или нет. А я пока укреплю ноготь базой. Купила новую 15-миллиметровую или миллиметровую? Миллилитровую. Потому что до этого у меня была 10-миллилитровая, она быстро кончается. Ну, так что вот, судите сами, что лучше, гель-зина или гель-блум? И гель-зина мягкий в тонкий слой, и гель-блум мягкий в тонкий слой. По цене я вас сейчас не сориентирую, что здесь пластиковая баночка, что здесь пластиковая баночка. Правда, покрасивее. Объем. Что здесь 15-миллилитров, что здесь 15-миллилитров. Здесь, может, сэкономлено на оформлении банки. А сама-то банка, сама-то баночка один в один. А по качеству, лично я выбрала бы Зину, потому что сами видели, вот этот слоился, а этот нет. Вот такая, правда, матка. Прошло минут 6. Да, гель действительно растворяется. Это для меня тоже, конечно, открытие, потому что я всегда считала, что гель нерастворимый материал. Может быть, конечно, это относится только к гелю Блум. Другой гель, например, не растворится вот таким образом. Но Блум, смотрите, растворяется, да? И это тоже для меня, между прочим, открытие. Я еще пыталась спорить с производителями. Говорю, да нет, гель нерастворимый материал. Оказывается, вы видите, растворимый. Так что вот, если кто себяшки, если кому долго спиливать покрытие, то можно пользоваться вот этим вот средством для снятия геля даже. Видите, прям охота мне остальные ногти отодрать. Таким же варваровским способом. Они не поддаются. Не поддаются. Поэтому возьму-ка я вот это вот средство домой и попробую себе снять гель вот таким способом. Ссылку на него я оставлю. Вообще, это видео было не ради вот этого средства, а ради геля Блум. На этом я с вами прощаюсь. Желаю не попадаться на казусные ситуации. Знать хорошо свои материалы, как они себя ведут. И я с вами на этом прощаюсь. Желаю творческого вдохновения. Всем пока! Квадрат мне не идет. Так а если я поверх базы нанесу... Вот, липкий слой сняла. И нанесу этот Блум поверх базы. Сейчас посмотрю, что будет. А результат, будет ли стоять гель поверх базы без липкого слоя, я выложу в Телеграм. Вот такая вот я жопа. Так что подписывайтесь на Телеграм. Ссылка будет в описании под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok